Здравствуйте! В эфире программа у книжной полки, ее ведущая Наталья Казынцева. Сегодня 2 января, 20 декабря по старому стилю. В этот день, 111 лет назад, отошел ко Господу всенародный пастырь, святой праведный Иоанн Кронштадтский. В дни своего земного служения Богу и людям отец Иоанн изъездил пол России. Бывал в Москве, Киеве, Одессе, Казани, Вологде. Всюду он совершал литургии, проповедовал, благотворил, исцелял недужных. А сколько молодых людей, колебавшихся в выборе жизненного пути, он благословил на духовную стезю. В праведном отце Иоанне воскресли добродетели святых угодников первых веков христианства. Горение в молитве, нестяжание, смирение, бескорыстная любовь к ближнему. Отец Иоанн показал, что и в наше время, в миру, можно жить по заповедям Христовым. Своим житием он подтвердил непреложную истину, что эти заповеди, как и сам Христос, вчера, сегодня и вовеки те же. Они не устарели, они так же яркие и правдивы, как и две тысячи лет назад. О святом праведнике и других святых рассказывает книга, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Она вышла в свет в издательстве Сретенского монастыря и называется «Избранное жития святых для детей». Должны знать дети о русских святых? Конечно, должны, говорит Вологодский писатель, автор многих хороших книг, член Союза писателей России Роберт Александрович Балакшин. И мы, конечно, с ним согласимся. Нужно только написать о святых так, чтобы современные дети смогли понять, о ком и о чем идет речь. Ведь русский язык прошлых веков или церковно-славянский, на которых писались «Жития святых» несколько веков назад, уже не очень доступен нашим юным читателям на первых порах. Вот и взялся Роберт Александрович переложить для детей на современный литературный язык «Жития святых». И получилось у него 60 повествований о наиболее почитаемых подвижниках самых разных эпох и стран, которые и составили эту книгу. При ее подготовке автор использовал изданные в XIX веке на русском языке «12-томное жития святых», изложенное по руководству чете именей святителя Дмитрия Ростовского, переизданные уже в наше время. Тексты распределены по дням церковного празднования каждого святого в хронологическом порядке с января по декабрь. Соответственно, открывает книгу «Житие святого праведного Иоанна Кронштадтского», почившего 2 января 1908 года, а завершает издание «Житие священномученика Илариона Троицкого», пострадавшего в годы гонений и окончившего дни своей жизни в тюремной больнице 28 декабря 1929 года. Для знакомства с этой книгой давайте остановимся на «Житиях» именно этих двух святых. Рассказывая о святом Иоанне, автор говорит несколько слов и о самом городе, который прославился многими славными именами. «Кронштадт», пишет Роберт Александрович, «город русской морской славы». Отсюда под Андреевским флагом уходили в бой эскадры адмиралов Григория Андреевича Спиридова и Дмитрия Николаевича Синявина. В далекую Японию отплывала экспедиция адмирала Ефимия Васильевича Путятина. Сюда со славой возвращались герои Чесмы и Наварина. Здесь бросали якорь, завершив первое русское кругосветное путешествие, шлюпы Нева и Надежды. Здесь же просиял подвигами воин на поле брани духовной. Более 50 лет проходивший в Кронштадте священническое служение великий пастырь Иван Ильич Сергеев, праведный Иоанн Кронштадтский. «Благословенно русская земля» восклицает автор, если Господь даровал ей такого светильника веры, как отец Иоанн. Он имел дар молитвы, который посылается людям с искренним чистым сердцем. Он верил в Бога, как веруют дети. Ребенок не думает, не сомневается, он просто верит. Оттого так слышны и угодны Богу детские молитвы. Молитва была естественным состоянием отца Иоанна. Как человек не может не дышать, так он не мог жить без молитвы. Он не пропускал случая, писал митрополит Серафим Чичигов, помолиться за человека по чьей-либо просьбе. Радовался такой просьбе, считая, что молитва за других есть благо и для него самого, ибо она очищает сердце, утверждает веру и надежду на Бога. Истинная молитва подобна солнцу, лучи ее расходятся повсюду. О благодатном священнике из Андреевского собора заговорили люди. В собор потянулись десятки, сотни, тысячи богомольцев. И не было в те годы на Руси православного человека, который бы не знал отца Иоанна. Его имя с благоговением произносили в крестьянской хижине и в купеческом особняке, в солдатских казармах и царских палатах. Даже в душах закоренелых злодеев он пробуждал добрые чувства. Антон Павлович Чехов, великий русский писатель, путешествуя по России, писал, что в какой бы дом он ни заглянул, везде в красном углу, рядом с иконами, соседствовал портрет Иоанна Кронштадтского. Более 50 лет продолжалась пастырская деятельность всероссийского батюшки, после чего святильник Церкви Христовой и молитвенник земли русской, всенародно чтимый пастырь и праведник, отец Иоанн Кронштадтский, отошел ко Господу. Спустя 82 года он был прославлен в лике святых. Перелистнем страницы книги и, открыв заключительное повествование, окажемся в самом центре Москвы. Здесь, как повествует автор, за невысокой каменной стеной расположился древний Сретенский монастырь. Сердце обители — собор Владимирской иконы Божьей Матери. В соборе ничем не нарушимая тишина. У Аналоя на подсвечнике теплится лесок свечей. И здесь, подсоборными сводами, обрел вечный покой святильник Русской Православной Церкви, священномученик, архиепископ Иларион. Богато одарил Господь своего молитвенника. Он наделил его глубоким умом, вложил в его уста дар убеждающего слова. Имя святителя Илариона было известно всей России. Много сделал владыка для родной церкви, а сколько бы еще совершил. Но в 1917 году власть в России коварно захватили ее враги. С первых же дней они объявили Православной Церкви смертельную войну. В стране закрывались и разграблялись храмы. Архиереев, священников и мирян убивали. Известно, что Церковь сильна своим единством. Расколоть ее, раздробить на части, чтобы потом уничтожить, так задумала безбожная власть. Нашлись люди, изменившие Христу и Церкви, пошедшие в услужение к власти. Они называли себя обновленцами, словно Церковь постарела, и ее нужно обновить. Но разве может постареть Христос? Разве нуждается Он в обновлении? С этими христопродавцами вел непримиримую борьбу первосвятитель Патриарх Тихон. И главным его помощником в этой борьбе был святитель Иларион. Высокого роста, обладавший большой физической силой, владыка был похож на былинного богатыря. Только защищал он веру Христову не булатным мечом, а мечом веры. Власти пытались привлечь владыку на свою сторону, но он был стоек и непоколебим. И тогда его отправили в Соловецкий лагерь. Так начался крестный путь святителя. Многочисленные испытания владыка Иларион претерпевал с молитвой. Он не унывал. Всегда он был весел и доброжелатель. Он всех подбадривал и призывал не предаваться унынию. Он все отдавал ближним, делился последним куском хлеба, навещал больных и утешал их. Силия его любви не могли противиться самые черствые сердца. Его любили свои собратья-христиане, уважали закоренелые уголовники, убийцы и бандиты. И даже сама охрана. Как уже отмечалось, умер владыка Иларион в лагерной больнице в 1929 году. А в 1998 он был прославлен в лике святых. И честные его мощи с кладбища города Петербурга были торжественно перенесены в Сретенский монастырь, настоятелем которого он недолгое время был. Святой праведный Иоанн и священномученик Каларион — светильники Русской Церкви. Они стоят в ряду других святых подвижников веры — святителей, преподобных, праведных, блаженных, мучеников, о ком рассказывает и эта книга. Как отмечает автор, это не собрание выдуманных историй и рассказов. Это книга о жизни святых. Кто-то из них жил много веков назад, а кто-то совсем недавно. Но свидетельство о них бережно сохранялось христианами из поколения в поколение до наших дней. Как звезды на небе, святые сияют нам своим примером. Они живы, потому что Бог, которого они так любили, дал им жизнь вечную. Святые всегда рядом и готовы прийти на помощь. «Полюби своего святого», обращается автор к читателю. «Полюби и всех святых». Они ответят тебе своей небесной любовью и заступничеством. Дорогие друзья, на этом время наша программа подошла к концу. Прощаюсь с вами и напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам интересного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова